Ежегодно по призыву районным отделам по делам обороны в ряды казахстанской армии отправляются порядка 60-70 молодых людей. Чаще всего ребят не берут в ряды вооруженных сил по причине плоскостопия с диагнозом искривления позвоночника недостаточно хорошего зрения. По словам специалистов, современные дети портят зрение, часто сидя за компьютерами, в телефонах. По причине здоровья многие не проходят. Также многие молодые люди поступают в другие учебные заведения на дневное отделение. Все эти причины можно назвать основными. Стоит отметить, что из-за этих причин количество призывников в армию уменьшилось. Согласно плана на 2020 год для отдела по делам обороны Бурлинского района порядка 60 призывников. Эта служба на таможне в рядах улановцев, но здесь требования жесткие. Это и проверка на полиграфе, проверка психического состояния, сдача теста, проверка ближайших родственников на предмет судимости и так далее. В целом призывник, желающий поступить на службу на таможню, должен быть чист перед законом, перед государством. Как известно, в связи с пандемией были внесены изменения в постановление главы государства о воинской службе. Если было установлено время призыва с марта по июнь, то теперь, согласно изменениям, продлили до августа. Сейчас вот ребята проходят медицинскую комиссию. Тех, кто прошел здесь, ждет медицинское обследование в областном центре. Те, кто пройдет проверку на здоровье в области, будут направлены по местам прохождения службы. Таким образом, 30 мая состоится первая отправка. Специалисты приглашают молодых людей также на службу по контракту и на получение образования в специальных учебных заведениях, ведущих подготовку военных. В настоящее время в Казахстане действуют такие учебные заведения, как Кадетский корпус имени Шуканова-Леканова в Щучинске. Из Бурлинского района там обучается один парень, поступивший в 2017 году. После двухгодичного обучения ребят трудоустраивают по контракту. В городе Актубе есть институт имени Талгата Бегельдинова, где готовят летчиков. Здесь учатся двое курсантов из Бурлинского района. В Алматинской области есть два высших учебных заведения. Из наших ребят никто пока там не учится. Обучение там полностью бесплатное. Питание, проживание, выдаётся форма, своевременно выплачивается стипендия. По окончании курсов каждому выдаются подъёмные. После выпуска трудоустраивают в армейские подразделения. На месте службы ребята имеют возможность получить офицерское звание. Условия получения воинского образования очень хорошие. Желающих у нас много, но часть из них не могут поступить по показателям здоровья. К слову, в прошедшем году отдел по делам обороны Бурлинского района не полностью выполнил план по призывникам. В текущем году есть в Бурлинском районе ребята, которые готовятся вступить на воинскую службу в ряды национальной гвардии от Ту-Олан на таможенную службу в воинское подразделение Министерства обороны. Молодые люди с высшим или среднеспециальным образованием могут прослужить на таможенной службе шесть месяцев, а затем при желании уйти на службу по контракту. Для контрактников действуют специальные льготы. Выплачивается сумма за аренду жилья, предоставляется возможность получения жилья по программе «Аскерий Баспана» и многое другое. Майя Амирова, Утиберген Харасай, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачаганак.